В том числе и главным источником загрязнения, главным виновником усиливающегося процесса эвтозитации. И эту вину нельзя переложить на БЦБК, Ребу-Серенгу или воздушные выбросы киркутской агломерации. Но власти и бизнес стараются не замечать очевидного. Признавая наличие негативных последствий туризма, стараются всю вину свалить на дикарей-палаточников. Это бессмысленно, так как в этап берега исправляют естественные нужды все туристы. Но построение турбассы и гостиниц сейчас составляют более 90% всего турпотока. Строительство новой политической инфраструктуры не сокращает учебную природу, но еще более увеличивает его вследствие роста турпотока. Проекты перенаправления потоков туристов из популярных мест, например, с острова Олегон, пока еще мало посещаемых, приводят лишь к гибели природы на всю новых территориях, нисколько не снижая особой проблемы, переполненные туристами районов. Никто не говорит о полном запрете туризма на Байкале, но рост турпотока в нынешней ситуации недопустим. По крайней мере, до тех пор, пока не будет решена проблема эвтрофикации. Однако власти и бизнес прилагают усилия по наращиванию числа туристов. Ну а Академия наук пытается обосновать возможности этого увеличения, якобы без вреда для Байкала. Речь о вышепредложенных коллекторах по сбору сточных вод с южного Байкала и с острова Олегон. Первый должен сбрасывать в стоки горную реку Быстрое, затем в Иркут, впадающий в Ангару в центре Иркутска, второй – в Верховье Лены. Проекты дорогие, несоизмеримые с доходами туризма, наверняка нанесут огромный ущерб реку. И даже далекая перспектива этих проектов является интульгенцией для строительства все новых гостиниц и турбаз, причем в неограниченном числе. Застройка берегов Байкала – это острейшая проблема, усугубляемая именно ростом турпотока и соответствующим ростом цен на землю и недвижимость. Для ее ограничений необходимы кардинальные дни. Только так можно прекратить рост турпотока. Подавляющее большинство туристов сейчас живет не в семейных гостиницах и гостевых домах местных жителей, но на крупных турбазах, как правило, принадлежащих к приедшим где-то сменам. Однако громко получащие требования ослабить ограничения по застройке прикрываются именно интересами местных жителей. В последнее время претенятся шаги по амнистированию незаконных проданных участков и возведенных на них строений. Механизм превращения уникальных родных территорий в зоны застройки грозит набрать еще большие обороты. Байкальская предохранная прокуратура, созданная в 2018 году, пыталась навести порядок в этой сфере, но натолкнулась на мощнейшее противодействие. Показательно, что прошлой осенью байкальский предохранный прокурор Сергей Дмитриевич Зинков был отправлен на пенсию. Он проявил себя как принципиально из Байкала, зато прокурор, знаменитший его, явно он имеет иные правительства и говорит в основном об ущемлении прав местных жителей и бизнеса. Байкальские особо охраняемые природные территории пропускают через себя самые крупные турпотоки, особенно это касается Прибайкальского и Забайкальского основных парков. По закону, первостепенной их задачей является охрана природы, но в реальности, в конфликтах интересов охраны природы и туризма, последние, как правило, побеждают. Огромным недостатком работы, в частности, Прибайкальского национального парка является недостоверный учет количества посетителей. Этот национальный парк отчитывается лишь цифрами туристов, оформивших разрешение на посещение. Таковые туристы составляют менее 10% от всего турпотока в данном национальном парке. Необходимо давать оценку общего пристава по степени за год. Без этих цифр любые разговоры о грядущих показателях рекреационной нагрузки теряют смысл. Мои предложения. Официально признать туризм главным фактором негативного воздействия на украине Байкальского. Стараться сократить объем из почтных вод в центральной экологической зоне Байкальской территории, а не перебрасывать их за пределы водосборного бассейна Байкалу. Принять кардинальные меры по недопущению роста турпотока, вплоть до запрета строительства новых турбасс и гостиниц в наиболее экологически неблагополучных районах, в частности, на Маломове. Организовать реальный учет посетителей национальных парков. Благодарю за внимание.